Здравствуйте! В эфире программа «Разговор по душам». С вами традиционно по вторникам в прямом эфире студия я, Елена Бубнова, и врач-психотерапевт высшей категории Алексей Зотов. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, Елена. Здравствуйте, уважаемые телезрители. У нас прямой эфир. Телефон в студии 202-11-22. Звоните, задавайте вопросы. В прошлой программе, мы знаем, были звонки, но, к сожалению, время передачи подходило к концу, и поговорить нам не удалось. Если у вас есть сегодня возможности, желание позвонить, задать свои вопросы, мы ждем. Да, звоните. Я знаю, что, ну, по крайней мере, после передачи мы общаемся, что часть людей смотрит передачу в записи, и вопросы, может быть, появляются позже, свои какие-то вопросы, да, какие-то комментарии. Ну, в общем, все как обычно. Наша студия в этом плане открыта для ваших звонков, ваших каких-то комментариев, полемических каких-то, может быть, высказываний. Ну, в общем, несите в нашу общую кучу все то, что хотелось бы разобрать. Так бы я сказал. Да. Алексей, в прошлой программе мы с Екатериной обсуждали напряжение на работе, да, и с точки зрения не проблемы, ну, посмотреть не через призму проблемы на это напряжение, а через призму неких процессов, которые скрыты, возможно, внутри человека, да, но они влияют и создают это напряжение. Были ли какие-то у вас за эту неделю еще, может быть, мысли по поводу вот этого вопроса, какие-то идеи? Спасибо за вопрос. За эту неделю много всяких событий произошло, и вот через призму того, о чем вы спрашиваете, действительно, я об этом, ну, я на это пытался смотреть, и как раз сегодняшнюю передачу, по крайней мере, если бы меня спросили, меня спрашивает Алексей, о чем мы будем сегодня говорить, я как раз хотел поговорить об этом. В том числе на психотерапевтической группе этот вопрос периодически возникает, и он очень важный. Я попробую, мы к нему возвращаемся регулярно, но это один из фундаментальных вопросов в психотерапии, в практической психотерапии, и я думаю, что греха большого не будет, если мы к нему будем возвращаться. Вопрос этот заключается в том, что напряжение, мы в прошлый раз об этом говорили, не является, ну, по сути, проблемой, по крайней мере, психотерапевтической проблемой, не получится обсуждать само напряжение, и мы, на мой взгляд, с Екатериной в прошлый раз как раз об этом и говорили, мы от напряжения, ну, отмотали в какую-то сторону, да, и попробовали разобраться, что создает это напряжение, то есть напряжение – результат каких-то процессов. В каком виде это еще может быть представлено? Вот такие примеры. Попытка найти работу или уволиться с работы – это не проблема психотерапевтическая, хотя с этим люди приходят в кабинет психотерапевта, здравствуйте, я к вам, потому что у меня не получается найти работу. Но это не является проблемой, это, скорее, является следствием каких-то вопросов, которые человек внутри самого себя, ну, скажем так, внутри самого, больше негде, да, он не видит ответы на какие-то вопросы. Ну, неудача в поиске работы – это вот как раз для него очевидно, что, ну, на что он может обратить внимание и за что зацепиться, да? Да, да, но речь пойдет, скорее всего, не о поиске работы, а о чем-то другом, что в данном, в его конкретном случае выливается в невозможность работать или невозможность выйти замуж или жениться, невозможность общаться в близких отношениях, вопросы бессонницы и так далее. То есть обычно, то есть вот этот вопрос важный, вот этот вопрос фундаментальный. В психологии, в психотерапии этот вопрос звучит так. Каким образом то, с чем пришел человек, перевести в его запрос? Ну, такое слово есть. То есть каким образом то, с чем он пришел, перевести в такую форму вопроса или вопросов, которые можно решать? Ну, я напомню тем, кто смотрел нашу передачу прошлую, каким образом у Екатерины согласуются несколько моментов, которые она про себя понимает. Ну, там были моменты заботы, да, и моменты отсутствия ошибок или необходимости... Ошибиться или не додать, да, что-то своим подопечным. Да, ошибиться или не додать. И в какой степени согласуются эти утверждения? Они, как мы выяснили, на тот момент плохо согласуются. В связи с этим, ну, это создает вот, ну, как гипотеза, да, это создает то самое напряжение. Собственно, как мы проверяем гипотезу? Хорошо ли мы услышали того человека, который к нам пришел, и хорошо ли мы согласовали тот вопрос, над которым мы будем работать? Ответ очень простой, оказывается. Ну, так или иначе, в его жизни происходит, например, снижение напряжения, если мы в согласованном вопросе поработали, ну и так далее. Сон возвращается, да, какие-то вопросы, подвижки с работы и так далее. То есть вот, ну, этот важный момент, я думаю, что мы, один из важных, что мы о нем будем говорить, как и что, в общем, человек приносит, как и что он ждет, потому что психотерапия, консультирование может быть бесконечным, когда, ну, этот вопрос вообще не поставлен. Когда человек не сформулировал цель работы с психотерапевтом? Когда они вдвоем не сформулировали и не согласовали, ну, эту цель, да, и эти задачи какие-то, да. Чем мы, собственно, занимаемся? Мы занимаемся поиском работы, но, извините, поиск работы – это не функция психотерапевта. Помогите мне найти работу, но это не к психотерапевту. Помогите мне выйти замуж, но это не к психотерапевту. Помогите мне родить ребенка, да, или там еще что-то воспитать. Но это не к психотерапевту. Ну, точнее, этот вопрос не психотерапевтический, да. Помогите мне общаться с родителями моей жены или моего мужа, с детьми. Ну, помогите мне что-то сделать – это не вопрос к психотерапевту. Хорошо, тогда вот эти конструкции, которые вы назвали, чем их нужно, да, чем правильно их заменить, обращаясь за помощью к психотерапевту. То есть, вместо того, помогите мне найти работу. Как может звучать запрос? В какие отношения я все время с работодателем попадаю или с тем, кто меня собеседует, что у меня не хватает духа или не хватает желания, или у меня появляется стойкое отвращение не принимать это предложение, или у меня появляется страх сделать следующий шаг, или я каждый раз на собеседовании… Не могу себя как-то… …презентовать, например, да. Что это значит для меня? Что это… Ну, о чем это, ну, там, может мне самому говорить? Что я чувствую в эти моменты, да? Как я справляюсь или не справляюсь с чувствами? Ну, что со мной происходит? То есть, собственно, в этом плане тогда работа с психотерапевтом – это вот как раз работа на увеличение количества понимания какого-то о самом себе. Помогите мне выйти замуж. Помогите мне выйти замуж. Ну, во-первых, наверное, можно было бы начать это с вопроса, а зачем вам замуж? Чем это для вас важно? Какой может быть ваш ответ, уважаемые телезрители? Зачем вы выходите замуж? Я услышал много версий, но потому что возраст… А что возраст? Он как-то определенным образом зовет замуж? Ну, дело не в возрасте, скорее всего, да? Потому что все мои подруги или все мои друзья вышли замуж. Сегодня, когда мы обсуждали тему, я сейчас это по касательной привяжу. Я поздравляю всех нас, дорогие родители и дети, с Международным днем защиты детей. Вот, кстати, тоже хороший вопрос. От кого, от чего мы защищаем? Нужно ли задаваться этим вопросом? Меняется ли мое и ваше представление о необходимости защищать детей? Касается ли этот праздник тех внутренних детей? Ну, мы привыкли так говорить в 20-21 веке, обнаруживать в себе внутреннего ребенка. Привыкли мы защищать этих внутренних детей? Ну, не знаю, кормить их мороженым, катать на каруселях, еще что-то делать для них? Или они уже давно… В прошлом тысячелетии остались. Куда-то потерялись, да. Куда-то потерялись. Ну, вот, это так, по касательной. То есть масса вопросов. Зачем вам нужно замуж? Потому что все уже вышли, потому что папа говорит, или мама говорит. Но если мама говорит, тогда это маме нужно замуж, а не вам. Ну, или потому что я хочу сбежать из своей родительской семьи, да, уже… Почему замужество – единственный способ сбежать из родительской семьи? Почему из нее нужно сбежать? Ну, тут… Или в связи с чем нужно сбежать, да? Что это значит для вас, это бегство? То есть здесь может быть масса вопросов, которые, скорее всего, не согласованы внутри человека. Поэтому то поведение, которое ему кажется, должно решить вопрос, не является ответом, не является решающим. Хочу обратиться к нашим телезрителям. Если в вашей жизни происходит какая-то история, в которой на первый взгляд для вас все очевидно, но дело не движется, нет каких-то… Болота, тупиков. …сил, возможностей, да, делать эти шаги вперед, вы можете позвонить к нам в студию, и вот Алексей Зотов, как врач-психотерапевт, возможно, поможет вам сформулировать те вопросы, которые стоило бы задавать себе для того, чтобы вылезти из этого болота, как вы говорите. Ну, это не мое слово. Тут я не ругался, не обзывал проблемы других людей болотами. Просто, ну, это буквальные цитаты из того, что люди приносят. Да, они приходят и говорят, моя жизнь там похожа… Или вот в этом вопросе мое движение похоже на болото. Я там тому, например, да. Да, звоните, и, может быть, мы вместе этот вопрос решим. По крайней мере, сформулируем. И вот с этого вопроса, с этого момента согласования и периодического возвращения к этому согласованию… Вот сейчас я знаю, что по-разному мои коллеги-психотерапевты-психологи находятся в разных подлительности психотерапиях, скажем так. То есть вы, уважаемые зрители, кто ходит на прием к психотерапевту, ну, ходите, может быть, раз в неделю, раз в месяц или раз в две недели, ну, в зависимости от своих каких-то возможностей. После отпуска вы ходите, после больничного. И вот после такого перерыва, а, может быть, после каких-то больших событий, вот этот возникает вопрос. Мы, как мы вдвоем понимаем, куда мы движемся? Мы об этом говорим. Как часто мы это согласовываем? Ну, причем какой-то очевидной чистоты нету, что надо это делать на каждой встрече или через встречу. Но вот этот вопрос мы все еще в один... Ну, близко понимаем, что мы делаем, да? В каком... Внутри какого вопроса? У меня есть еще такая, ну, может быть, метафора. Это похоже... Вот все были в археологии... Так или иначе археологические раскопки видели. Ну, там всегда колышками как-то обито. Вот это территория, где археологи работают. А дальше могут быть жилые дома и так далее. Вот одинаково ли или близко ли мы понимаем вот эту территорию, обозначенную колышками? Близко ли мы с тем человеком, который приходит, понимаем? Интересно. Мы иногда здесь в студии говорим про наших коллег, психологов, психотерапевтов, которые работают в разных парадигмах и разные инструментарии какой-то используют. Буквально сегодня я услышала одну историю от коллеги, которая была сегодня на приеме у психолога. И психолог дал ей рекомендацию, как справляться с истерикой. Да, расскажите мне, интересно. Ну, специалист посоветовала, что нужно набрать тазик с водой с холодной, опустить туда голову, мозг будет думать, что он тонет. И вот истерика прекратится, потому что сердцебиение замедлится, и организм начнет успокаиваться. Первый мой вопрос был, а на работе как? В ответ он был, ну, на работе в тарелку. Взять и налить туда воды, опустить туда лицо. Я искренне с интересом услышал бы, помогают ли вам такие истории. Это простая история. Понятные советы? Понятные, да, получается. А что понятное, Лен, здесь вам? Понятное, потому что в этой истории вот есть какие-то конкретные действия. И даже телезрители, которые нам звонят, они тоже от нас как будто бы ждут конкретных действий, где мы скажем, вот, налейте тазик с водой, с холодной, да, опустите туда руки, ноги, голову, и вот у вас там пройдет бессонница или еще что-то. А вы со своей стороны совершенно про другое рассказываете? Про постановку вопроса в себе, да, где быстрого результата не достигнешь? Нет, вопрос в другом, Елена. Вопрос в другом. Я думаю, что речь ведь касается того, как мы понимаем человека, который сидит перед нами. Мы, я имею в виду специалист, и человек, который сидит напротив. То есть, если мы друг друга понимаем только как биологические существа, что значит биологические существа? Живущие по принципу рефлексов, например, да, насколько мы понимаем, знаем животных, не сильно осознающих себя, ну, не имеющих рефлексий какой-то, да, и стереотипно повторяю, да, эта часть, безусловно, у нас есть, да, такая биологическая, рефлекторная. Но если мы все психические расстройства и все психические болезни будем сводить, ведь у животных, как таковых, психических расстройств в нашем понимании нет. У них есть неврозы, которые изучал там Павлов, да, и не только. Но там история несколько другая. Там у этих неврозов есть выраженный биологический характер. А у нас к тому, что мы делаем, пусть даже делаем навязчиво, невротически, как говорят, да, всегда есть какое-то осмысление, ну, человеческое, культурное, да. Вот. Так вот, отвечая на ваш вопрос, если мы друг друга понимаем только как рефлекторные существа, то эта терапия будет работать, скорее всего. То есть, что мне сделать? Сделайте раз-два. Ну, там, подтянитесь, выйдите. Это вполне... Ведь это парадокс, но есть психотерапии условно, ну, не знаю, там, связанные с картами какими-нибудь гадальными, да. Метафорически. Ну, про метафорически пока не буду говорить. Ну, вот пришел один человек к другому погадать на третьего. Психотерапия. Я думаю, что в какой-то степени, если человек в его картине мира так изменения могут происходить, то они могут произойти. Я, может быть, странную вещь сейчас говорю, но вот мне сейчас интересно в своем нынешнем психотерапевтическом, профессиональном пространстве об этом думать. То есть, если в моем мире есть духи, надо это учитывать. И по-хорошему специалисту тоже надо учитывать. Если в моем мире есть тазик с водой, то никуда от него не денешься. Можно по этому поводу смеяться. Можно по этому поводу. Другой вопрос, что каждому тазик с водой... Ну, я тоже не знаю, вырвано из контекста, да. Я что хочу сказать. Каждому не предложишь тазик с водой. То есть, кому-то предложишь, и он скажет, да, окей, это хороший совет, а кто-то скажет, а вы точно доктор? Ну, что вы мне предлагаете тазик с водой. Ну, как в этих, да. И кто из них будет прав? Я думаю, что никто. Просто в картине мира другого человека нету тазика с водой. Пока мы ждем звонков от наших телезрителей, я хочу спросить. Вот человек пришел с проблемой поиска работы. Вы сформулировали запрос. Как ваше понимание его и ваши отношения и того, что происходит между вами в кабинете, может помочь ему в поиске работы? Вот такой небольшой пример. Я хочу, чтобы вы пояснили, и чтобы быть, может быть, более понятными для наших телезрителей. Ну, мы постоянно, Елена, с вами адресуемся. Я уверен, что есть истории наших зрителей, где они успешно искали работу и находили, коснувшись каких-то вопросов с психотерапевтом, и я думаю, что мы эти истории услышим. Речь идет обычно о том, ну, как в психологии иногда говорят, о слепых пятнах, да? Я что-то внутри себя не замечу. Мы можем обнаружить, что каждый раз, приходя на собеседование, например, или к руководителю, я начинаю видеть в нем кого-то из своих родителей и протестовать. Ну, просто рвать все возможные договоренности, воспринимать предложение работодателя как попытку на меня надавить, ну, и, соответственно, сопротивляться, да? То есть даже если бы я согласен был с работодателем в чем-то, у меня вот внутри вот этот протест не позволяет мне это сделать? Да. И вот как это согласовать? Одновременное желание свободы и независимости, да, и... С необходимостью работать и ходить... Встраиваться, да, встраиваться в какую-то структуру, кого-то слушать, выполнять чьи-то просьбы или требования. Ну, вот такая вещь может быть. Человек в кабинете в какие-то моменты ведет с вами себя как с работодателем? То есть вы эту модель считываете, наверное? Модель взаимодействия с авторитетной фигурой, да? Только там работодатель, а здесь в кабинете психотерапевт. Ну, приходится об этом думать, потому что психотерапевт — это фигура противоречивая и одновременно, и авторитетная, и, может быть, совершенно незнакомая. Ну, я первый раз вижу этого человека. Да, у него, может быть, где-то там на сайте, в соцсетях написано масса всего, но меня не проведешь только на это, да? Какий он там, дипломированный специалист. Мне важно самому посмотреть, ведь это абсолютно нормальная ситуация, где самый распрекрасный специалист лично вам может не подойти. Ну, это не проблема специалиста. Это скорее особенность контакта, да? То есть, возможно, этот специалист одного с вами пола. У вас не складываются доверительные отношения с лицами своего пола, более доверительные с лицами противоположного пола, да? Женщины на грани развода приходят к психотерапевтам-мужчинам или уже разведенные, вот только что, да, переживающие эту травму развода. В принципе, можно задать вопрос, почему вы пошли к мужчине, да? Чем это важно? Иногда за этим стоит еще один смысл, который приносит женщина в данном случае. Это может быть и прямо противоположное. Я как пример, да? психотерапевт-мужчина, возможно, может как-то прояснить ситуацию, но выступить от лица мужа, потому что коммуникация может быть в этом разрушившемся браке настолько нарушенная, что от мужа ничего не... Я ничего не смогла добить. Я не понимаю, чего он говорит. То есть он закрылся его, да? Я не понимаю, что он хочет, да. Я не понимаю, почему это все разрывается. Вы мне расскажите, вы же мужчина. Ну, некоторые об этом говорят. Вы же мужчина, вы еще и доктор. Расскажите мне, почему это происходит. Почему... И вот этот скрытый, иногда явно, иногда скрытый вопрос к психотерапевту, поскольку он мужчина, он вполне может быть вот таким задаваемым. Ну, и специалисту важно это услышать. Ну, для продуктивной психотерапии, для продуктивной и эффективной деятельности. Я тоже пройдусь по касательной. Попытаюсь увязать День защиты детей с темой, которую мы обсуждаем. Можете ли вы сказать, я не знаю, какую-то рекомендацию дать или, может быть, сложно так сразу ответить на этот вопрос будет. Как родителям защитить своих детей от этих неудач в поиске работы или от этих каких-то препятствий, которые мешают найти работу? Ну, то есть, перефразирую, что стоит, а чего, может быть, не стоит делать родителям в детстве, чтобы не отбить охоту у детей, не знаю, быть хорошими работниками? Лен, может быть, я буду банален, но мне хочется ответить сейчас так на этот вопрос. Может быть, родителям стоит сделать что-то, чтобы их дети не думали в логике удач и неудач. в этой черно-белой логике. Эта логика похожа на капкан, она, безусловно, представлена, но если это единственная логика и карта жизни или планы на жизнь сформированы в связи с этой логикой, поступил, прошел, удача, не прошел, неудача. Причем здесь еще привязкой к этому идет хороший-плохой. Ну, это совсем, как сейчас говорят, жесть тогда. Если удача, то хорошая, если неудача, то плохая. Но, в общем, наверное, наши зрители сейчас сами вот этот вывод сделают. Но для меня это вот как об этом позаботиться, не только о работе, но попробовать предложить им другую логику. Если у самих родителей есть эта логика, она, ну, не всегда есть, насколько я знаю, да, как-то это же ведь не родители придумывают, это мы все с вами, уважаемые друзья, в какой-то степени поддерживаем идеи удачи-неудач, удача... Успешности-неуспешности. Да, ну, посмотреть на рекламы, вот выйти на улицу, на билборды, что называется удачами, что называется неудачами, удачный ход, удачный день, неудачный день, ну, все как-то вот или многое в эти тона окрашено, а дети это всерьез иногда и в большей степени воспринимают. Поэтому, ну, наверное, так. Есть понятие об удачных работах или неудачных работах, хотя мы сейчас ведь наблюдаем, что с работами удивительная вещь происходит. Они, некоторые работы живут в специальности, я имею в виду, живут меньше, чем человек. Ну, специальности 3-5 лет, и она уже перестала быть необходимой. Ну, не знаю, какой-нибудь человек, который сидел и отвечал на сообщения, помните, биперы были такие, или как они, ну, где текстовые сообщения, надо было позвонить на номер, продиктовать его. Пейджеры. Пейджеры, да. Вот. Ну, все, эти пейджеры прожили, ведь, ну, по-моему, 10 лет не прожили. Я думаю, что этим людям надо, пришлось переквалифицироваться, да. Вот, и масса каких-то таких профессий, и их будет еще больше, когда придется переучиваться, придется искать, и все-таки, если про работу говорить, мы, может быть, привыкли профессию выбирать на всю жизнь. Уверены ли мы, вот я не уверен, что дети сейчас живут в том мире, где какая-то специальность, которую они выберут, будет сохраняться на протяжении, будет сохранять актуальность на протяжении всего времени. Вот ведь какая проблема. Как, да. Действительно, сейчас очень много возможностей, если посмотреть, я не знаю, прихожу в театр, читаю там про режиссера или сценариста, а он инженер и строитель, и музыку пишет, то есть у него несколько образований, и при этом у него еще остается для творчества. Беру книгу психолога какую-то, опубликованную, тоже читаю, и он так же там, не знаю, тот же строитель может быть, и тот же инженер, но еще и психолог, и он в рамках этой деятельности как-то смог реализоваться. То есть действительно много возможностей, взрослые переучиваются, мне кажется, смелее сейчас, но есть часть, которая вот так немножко закостенела, смотрит такими максималистскими категориями, если профессия, то одна на всю жизнь. Ну, слава Богу, и пусть будет так, если этот человек ощущает свою профессию как призвание, я думаю, что, ну, для меня, по крайней мере, это так, профессии живут, пока живут люди, которые хотят быть носителями этих профессий. Но лучше, если они выбирают, этот выбор делают сами, оставаться в этой профессии на всю жизнь, а не под давлением авторитетных фигур. Ну, тут я думаю, что разного, это как раз выясняется, вот, если вернуться к началу, это как раз выясняется, почему вы хотите именно на эту работу, почему, как вы видите это, человек может заниматься живописью, но упорно идти и хотеть заниматься юриспруденцией. Почему? Потому что это нужно моим родителям. Спасибо, Алексей, за сегодняшнюю беседу. Смотрите нас в следующий вторник на телеканале Самары ГИС в прямом эфире. Звоните, готовьтесь к нашей передаче. Мы ждем ваших звонков. Спасибо, что вы были с нами. Всего доброго. С праздником вас и с летом наступившим. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова